Журналист обьют не за то, что он написал, сказал или снял, а за то, что это прочитали, услышали или увидели. Эти слова Леонида Парфенова не раз находили подтверждение в жизни. Не только в России, но и в Приднестровье. Николай Бучацкий, главный редактор газеты «Человек и его права», о реалиях нашей журналистики знает. При прежней власти он сполна ощутил, что такое угрозы и давление. Еще несколько лет назад я на этот вопрос отвечал так. Свобода слова в Приднестровье еще даже не в зачаточном состоянии. Сейчас я могу сказать, что свобода слова примерно в грудничковом возрасте. К свободе слова общество должно прийти само, считает Николай Бучацкий. Времена тотального контроля СМИ уже в прошлом, и это важно. После стольких лет тоталитаризма, который мы пережили, ждать, что свобода слова появится в результате указа президента или почему-то желанию, было бы наивно. Свобода слова, гласность, демократия, они вызревают внутри общества и внутри государства. Журналистика четвертая власть. В мировом масштабе статус этот пошатнулся по разным причинам, в том числе от наводнения информационного пространства ложными новостями, фейк-ньюс. Но в обществе есть запрос на честные новости, тем более сейчас, в неиссякаемом потоке информации. В Приднестровье перестали бороться с журналистами. Об этом говорит и Николай Бучацкий. СМИ не закрывают, а открывают. Свежий пример – газета «Профсоюзы Приднестровья». Хотелось бы видеть газету еще в большем объеме издаваемой, более интересную, чтобы наши предприниматели, наши трудящиеся, черпали информацию, которая их волнует из этой газеты. И, скажем так, газета была также элементом защиты прав, скажем так, рабочего человека, в том числе и предпринимателя. В этом посыле президента пожелание не только газете «Профсоюзы Приднестровья», но и всем нашим журналистам в целом. Интересно, объективно, непредвзято. Порой это так нелегко, но так нужно стране.